Но мы начинаем с главной политической темы дня. Сегодня суд вынес приговор братьям Олегу и Алексею Навальному по делу Ифраши. Это дело стало уже вторым для Навального за время его оппозиционной деятельности. За процессом следила моя коллега Василиса Лукашевича. Она сейчас в прямом эфире, находится в студии. Василис, ждем от вас подробностей. Да, Илья. Алексея сегодня приговорили к 3,5 годам условного срока, в то время как его брата Олега, опять же, к 3,5, но уже на этот раз реального. Близкие братья говорят, что до последнего они надеялись, что приговор сегодня будет оправдательный, ну или в крайнем случае вынесут условный срок обоим. Но этого не произошло. На Олега тут же надели наручники и, как говорят очевидцы, увезли в бутырскую тюрьму. Сам Навальный уверен, что это уголовное дело шито белыми нитками и назвал приговор подлым. Я хочу сказать, что из всех видов приговоров это самые подлые и отвратительные. То есть сейчас мы увидели, что власть даже не просто пытается уничтожать политических оппонентов, посажать их. Это привычная ситуация. Мы понимали, что они делают это с людьми. В этот раз они специально уничтожают и мучают, пытают родственников, тех людей, которые их политические оппоненты. Сразу после возвращения Алексея домой он опубликовал на своей страничке в Фейсбуке, что сегодня как-то какого написанного приговора в бумажном виде не было. Судья заявила, что текст появится после 12 января. По мнению оппозиционера, это нонсенс, ведь без приговора даже в СИЗО, по идее, не должны принимать. Из всего этого Навальный делает вывод, что, цитата, «судье в буквальном смысле дали, скорее всего, сегодня утром, маленькую бумажку, где были написаны сроки, и сказали «иди и прочти». Кстати, на днях именно к судьям сделала свое обращение Лия Ахиджакова. Народная артистка России заявила, что девочке, именно так она обратилась к судье, прокурору и другим обвинителям. Давайте послушаем фрагмент того обращения Ахиджаковой к судьям. Вот эти девочки, я хочу к вам обратиться. Вы молодые. У вас или есть, или будут дети. Вы знаете, эти времена кончатся. Это все кончится. И тогда у детей будут жуткие проблемы. Вот этот шлейф, что мама запихивала в тюрьму невинных людей, это будет у них всю жизнь за ними будет тянуться. Девочки, хватит смотреть в стол. Встаньте и уйдите. Это будет поступок, по которому вас запомнят на всю жизнь. Московские политологи уверены, что сегодняшний приговор хорошо показал такую тенденцию, что во власти сейчас борются два начала. Одно хочет жестко все регулировать, а другое склоняется все же к более гибкому решению. Давайте послушаем, что по этому поводу сегодня рассказал Николай Сванидзе, историк и тележурналист. Более гибкая, хитрая в данном случае одержала победу, но это не значит, что репрессии отменяются. Просто это скорее такой тактический ход, который, кстати, очень сильно напоминает фрагмент из книги Фазилия Искандера с Андро Ищегема, когда Берия разговаривает со Сталином и говорит, товарищ Сталин, что будем делать с этим Сулукидзе? Болтает много. Может быть, вы до него в этой партии? Говорит, не можем. Не мы принимали, Ленин принимал. Но у него же вроде брат есть у этого болтуна. Вот давайте сделаем так, чтобы брат пострадал и всю жизнь жалел, что погубил своего брата. Кстати, именно поэтому многие эксперты сейчас говорят, что Олег Навальный, брат Алексея, и оппозиционер этого самого в этой ситуации, он заложник. Взят вот заложник, собственно, в лице брата. Такие, кстати, приемы применяла в свое время советская КГБ. Они об этом, собственно, и не забыли. То есть игра продолжается. Я напомню, что еще два. Игра по нейтрализации Алексея Навального. Я напомню, что еще есть два дела против него. Таких же политических и весьма выглядящих, ну, почти абсурдно. Это дело о предвыборных деньгах СПС, якобы пропавших. При том, что все деятели этой уже не существующей партии никаких претензий к Навальному не предъявляют. Есть дело о якобы краже картины в пользу Навального. Я напомню, что есть еще одно дело, связанное с перечислением людей, которые поддерживают Навального, денег с помощью службы Ядекс Кошелек. И все это, безусловно, будет мешать Алексею Навальному продолжать заниматься политической деятельностью уверенной аналитики. Сегодня, а также после Нового года, в столице запланированы мероприятия в поддержку Алексея Навального. Об этом еще, возможно, мы расскажем. На этом, Илья, у меня все.